Ребят, привет, по спартанские условиям. У нас консультация, мы с этим парнем общались уже в конце декабря, и система была, что не хватало чего-то, чтобы устроиться на работу, найти свое жилье и так далее. То есть, человек какое-то время просидел на релаксе, знакомая ситуация, когда, допустим, он снял работу и какое-то время не работал, и что-то еще, и организм, видимо, немножко расслабился, и мозг, соответственно, тоже. И тема была, как себя замотивировать, чтобы найти работу и найти отдельное жилье. Вот общались, если помните, в конце декабря 15-го, должно быть через месяц созвониться, вот только сейчас получилось, давай представься, еще раз напомни ситуацию и погнали. Меня зовут Николай, звоню из Санкт-Петербурга. Вы? Ситуация была следующая, то, что полгода я не мог себя замотивировать, не знал, что делать, то есть не было ни класса, ни группы, ни физической, ничего не хотел делать, но я себя заслужил. Потом и полгода. Смотри, вот мы с тобой этот раз пообщались, что изменилось после последней нашей консультации, то и крайней. Он мне звонил и, соответственно, как бы рассказывал, как поменялась ситуация, мы еще, напомню, обещали всем нашим зрителям, что будет так-то и так-то. Вот, давай, рассказывай, как изменилось все, или изменилось ли это? Начну сначала, то, что, ну, изначально, там, не знаю, 3-4, это просто такая лонгка, то есть, условно комфорта было бы очень сложно. Знаешь, искал себе отмазки Киева, то есть, блин, может отложить, у меня же звоню, я там говорю, потому что я числа 15-го, наверное, приеду. Но все-таки решил, что до нового года переехать, начать жизнь с меня в новом году, и, ну, так и получилось. То есть, и это как-то помогло я в работе, то есть, я начал, грубо говоря, шустрить, там, искать что-то, как-то двигаться вперед. И сейчас, как бы, могу сказать, что все новое год. Ну, то есть, живешь сейчас уже отдельно, там, ну, в каких-то условиях, да, самое главное отдельно, да, и, соответственно, оплачиваешь как-то свое жилье и работаешь, да? Да, даже скажу больше, в конце февраля буду переезжать в более лучшем условии. То есть, уже, значит, одна квартира была, сейчас, а куда переезжаешь здесь? Ну, то есть, там, сейчас ты в ком-то общежитии, да, или что? Да, это возле Питера, так, мы в городах, я тут работаю, думаю, переезжать в Питер сам. Ну, конечно, Питер побольше, и там, и девушки красивые, хорошие, вот. Там еще, не знаю, много наших, как бы, парней, и проект в поле, соответственно, тоже, да, и там сможешь как-то двигаться в плане пикапа, если это интересно. А я, кстати, я, кстати, встретился с парнями из проекта в поле, но я как-то не сообразил слова. Что это проект в поле? То есть, я с метро, нет, 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 я вышел с метро, я должен был встретиться с девчонкой, подошел знакомиться в поле. То есть, парень, я просто, мне, ну, это шумно, парень подошел знакомиться к девушке, с которой ты должен был встретиться, да? Да, 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 да. И что, ты подошел и сказал, это моя женщина, и что? Я сначала не допонял, думал, это ее друг, и вот они стоят, смотрят на меня, то есть, я выхожу, и я там, ничего, ничего, я просто подошел пообщаться. А как ты потом узнал, что это проект в поле, там, или что-то? Я что-то слышал на твоем канале, в этот день должен был быть какое-то собрание, или что-то, мы должны были собираться возле кого-то микро, но что-то я слышал об этом. То есть, ребята в тюгиле выполняли задания, вот, ну, я поставил флаг, сегодня, потому что вы, ребята. Ну, ты ему сказал, типа, что ты из проекта в поле, да, и он после этого перегрыз капсулу с ядом и убил сам себя, да? Я только потом допер, когда мы уже ушли, да, и отходу. Не, ну, может быть, это какие-то другие там, ребят, то есть, там же не только мы, там, сейчас у нас это, время-то какое-то, каждый второй у нас теперь не пикапер, не пикап-тренер. Не, ну, возможно, ну, я думаю, что две, потому что там на гостинке редко кто выполняется тайник, потому что я там часто не знаю. Ну, там явно были ребята, у нас там пока не пикаперы. Понятно. Ну, смотри, значит, да я все-таки оборачиваюсь, девушка прошла, интересно, зашла и не вышла. Видимо, поняла, что я хочу к ней подойти и вылезла в окошко вот такого, такого размера в туалете. Или там, не знаю, сначала похудела, там, занялась спортом, вырвала ее, чтобы только уменьшиться, чтобы пролезть. Из простыни веревку сделала. Да, 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 из своих волос, чтобы побрилась, как же, сделала веревку, лишь бы только ты. Ну, ладно, это все лирика. А сейчас какой вопрос у тебя вообще? То есть, ну, как бы, о чем хотелось бы поговорить? Есть буквально 15 минут и... Два вопроса. Один по тому же, то есть, как не... Как бы не потонуть в этой всей работе, то есть, как уделять время на чем-то другом. То есть, не только ебажно, а находить время для чего-то своего. А сейчас получается, что ты работаешь на дядю, да, и, соответственно, много свободного времени уходит туда, да? Практически все время, но я нахожу время для девок, но все равно чувствую, что потихоньку меня, как бы, засасывает. То есть, мало времени в себе уделяем. Ну, тут, знаешь, такой, как сказать, вопрос непростой, потому что у меня есть там друг Кирюша, и он, допустим, практически никогда там с самого, там, с самого школьного возраста не работал на дядю. То есть, он на работу, там, ну, ему там папа сначала помог, прислыл, как бы, у всех разные стартовые устройства. Ну, в данном случае, там, ему немного больше повезло, хотя все это относительно, да? У него замечательный, как бы, бать, то есть, и... Ну, не суть, потом он что-то свое намутил, там, какой-то, там, ВМ, не ВМ, тут уж какие-то, там, вещи начал... Ну, что-то, то есть, начал как-то двигаться, а тут, там, переехал временно в Москву, как бы, ну, может быть, не временно, там, дай бог, и устроился в строительную компанию какую-то, потому что он там строительством занимался, а тут говорит, что я хочу поработать в развитой уже компании, посмотреть, как у них вся эта структура выстроена, да? И он говорит, блин, это, конечно, жесть, потому что я понимаю, что абсолютно все свободное время, да, практически, я вынужден оставлять там, кроме выходных. Ну, естественно, там, за будни накапливаются какие-то текущие дела, которые, возможно, выполнят как у нас выходные. Получается, что, фактически, многие люди так работают, у них выходных нет. То есть, выходной надо встать раньше, поехать, там, в автосервис, не знаю, там, сделать себе коррекцию ногтей, там, где, вчера, там, где-то делал. Побрить ноги тоже вчера, вот. Вот, и такой сложный момент, если бы ты работал на себя, ну, смотри, я бы сказал тебе так, что, естественно, надо сейчас поставить все какие-то моменты, что стоит ли тот объем работы, тех денег, которые ты зарабатываешь, да, там, естественно, ты будешь в какой-то момент понимать всегда, что этих денег мало, хочется больше. Ну, на данном этапе какие-то приоритеты посмотреть, что если сейчас я там вписываюсь куда-то в более дорогое жилье, соответственно, надо будет чем-то платить. Ну, на данном этапе, скорее всего, надо будет все взвесить просто и понять, чем можно пожертвовать, вот, и как-то себя настроить, что временно будет так. Потом просто для себя определить приоритеты, что еще, кроме работы, тебе важно, и прям какой-то вот выписывать график, что ли, что, вот, допустим, вот этот день недели я посвящаю там девушкам, вот этот день недели, там, иду в качалку или в баню, еще что-то там, читаю книги. Ну, то есть, как-то надо успевать. Я, вот, честно говоря, давно работал на дядю в последний раз, и у меня у самого времени, на самом деле, не больше, чем у тех, кто работает на кого-то, потому что даже, наверное, меньше. Но я хотя бы могу, знаешь, вот, там, распланировать свой день так, чтобы на себя что-то оставалось. То есть, как-то надо сейчас пока, наверное, потерпеть, но все равно успевать с собой заниматься и параллельно думать о том, как, допустим, зарабатывать те же деньги на работе, где меньше можно времени проводить, либо за такое потраченное время зарабатывать больше. То есть, и, естественно, параллельно думать о каком-то своем, о своем бизнесе, о своем проекте, потому что чаще в условиях кризиса, насколько я знаю, да, вот это действительно, что люди, работодатели, они сокращают какие-то вакансии, допустим, там, два человека разных делали, две разных работы. Они подумали, ну, пусть это делает один и тот же человек, да, напрягли одного в два раза больше, второго уволили, и зарплату этому чуваку оставили прежнюю. Поэтому очень сложно здесь ответить на твой вопрос. Еще раз, значит, надо обязательно, наверное, находить какое-то время. Вот для того, что у тебя выходной, ты вот отключаешь телефон, где тебя могут сработать просто так и все, или там вечер. И параллельно понять, какую работу ты хочешь, если что для тебя сейчас приоритетнее, деньги, или там времени, или что-то еще. Потому что, ну, как мне кажется, там не та сумма денег, которую хочется получать, да, и не то время, которое ты тратишь. То есть, сумма меньше, чем хочется, а время больше, чем хочется, да? Наоборот, то есть, сумма, которую я хочу даже больше, это ту работа, которую выполню. А, ну вот, смотри. Но, соответственно, я трачу много времени на эту работу. Хотя работа, может, такая несложная, но она затягивает с много времени. Смотри, ну а можно как-то поговорить, допустим, с руководителем и как-то выбить для себя какой-то график более свободный, может быть, или нет? Или у вас там не получится так? Я, в общем, я сам себе график строю. То есть, я могу взять на год и уходной, но у меня по сроку. Если я забьюсь и поднял, то я не буду успевать заодно. Зарплата не позволяет усорствовать какие-то процессы, то есть, допустим, нанять какого-то помощника, чтобы он, например, делал вот эти штуки, получал за это какую-то определенную небольшую денежку, но, допустим, эти штуки, они, как так сказать, не очень интеллектоемкие, да, то есть, ну, ключевой процесс ты должен делать, а он, например, какой-нибудь там подготовку чего-то, то есть, то, что у тебя занимает много времени, а, в принципе, несложно. Не думал об этом? Как это будет? Ну, если, конечно, позволяет, потому что, допустим, на каждую работу найдется человек, который готов ее за такую сумму выполнять. То есть, опять же, качество, там, этого человека, оно зависит от этой суммы. Допустим, ну, если есть бюджет в 5000 рублей, да, обязательно есть какой-нибудь, наверное, студент, которому эти 5000 рублей, ну, по-зарез нужны, да. Студенты, ну, бывают дебилы, бывают нормальные, толковые ребята, которым, в принципе, не хочется по ночам, там, за эти же бабки раз уйти через трое, там, дежурить охранником, да, отупивать, он за то чему-то получится. Ну, может быть, такой вариант, не знаю. Просто если это будет, посчитается, будет какая-то существенная часть зарплаты, ну, надо жертвовать. То есть, в принципе, любые люди, там, работающие по какой-то карьерной лестнице и по бизнесу, они в какой-то момент столкнутся с тем, что, да, работа стала съедать все время, и деньги, которые ты получаешь, они, где тебя особо не радуют, потому что тебе их тратить некуда. И ты настолько, вот, там, выдаченый и выжитый, как лимон к вечеру, что, ну, ты его житель не дали. Может быть, такой вариант, подумаешь. Но ты тогда четко смотри, определяешь, сколько бы ты за это дал, если действительно есть какие-то занятия из твоей работы, которые можно, вот, передать кому-то, аутсос, да, и четко прописываешь, вот, прям, на должностные обязанности этого человека. То есть, да, придется потратить время, придется потратить силы, мозги, и, там, и, может быть, попроводить несколько собеседований, какой-то чувак будет делать, накосячить, наоборот, делать хуже. То есть, ну, это жизнь, это практика, ну, либо как-то так, либо что-то делать с самой работой, либо... Ну, да, я понял. Ну, вот, может быть, вот такой вариант. Тут можно долго еще разговаривать, ну, вот, просто вот взять и подумать, то есть, безвыходных ситуаций, в принципе, нет. Можешь просто прийти и сказать, чувак, все, я не могу больше работать, там, своему директору, да, и уйти. Понимаешь, тут как бы, сейчас вот люди выживают, да, там, ну, кто как, конечно, но в основном люди работают очень много, которые чего-то потом добьются выжить. То есть, может быть, ты сейчас себе скажешь, ага, посмотришь на перспективу, если я сейчас буду делать то-то, то-то, может быть, через 2-3 года я смогу стать, там, каким-нибудь руководителем. То есть, ну, я не знаю, тонкости вашей фирмы и чего-то еще. Ну, смотри, всегда анализируй, стоит ли одно другого. Если ты заработаешься так же, как я в свое время летом, и тебя увезут на скорой и прооперирует, потому что там что-то случится с организмом, да, то есть, это тоже, наверное, не стоит того, там, что потом... Пересматриваешь жизнь очень сильная, и начинаешь прямо вот в такие моменты, почему-то только приходит осознание, что, как бы, деньги не самые главные в жизни, а есть вещи гораздо более важные. Потому что есть люди, зарабатывающие миллионы в месяц, ни хера не счастливые, потому что они сидят там, плачут, что, сука, кожа Каен черная, не белая, там, или не знаю, что-нибудь такое. Блин, я увидел сегодня обновленный рестайлинговый Каен и понял, что мой говно. Жизнь говно. У него фары другие, правда, только, а все остальное то же самое, но жизнь говно. Ну, то есть, там вопрос на деньгах. Какой вопрос еще? Второе, но он такой достаточно забавный. Призошел два дня назад. Мы все познакомились с девчонкой, начали общаться, довольно милая девчонка, по первому ощущению. И как-то вечером мы созвонились, буквально два дня назад. И разговор пошел, там, и по сексуальным предпочтениям. То есть, мы шли до того, как, не знаю, будет у тебя нау. То есть, ну, такие темы, очень такие личные. По телефону, да? Да, да, да. Мы где-то до утра прообщались вообще. Ну, это очень клево, да? Да, ну, девчонка начала сливаться. Для меня это странно было. Сливаться? Да, чтобы, да, перебора сто процентов не было. А она сливаться начала когда? После этого разговора, когда ты предложил встречу, да? Нет, мы уже должны были встретиться. Нет, смотри, вы когда разговаривали, об этом все было хорошо. Мы сказали, ну, окей, окей, спокойной ночи, вернее, спокойное утро. Да-да, мочмоки-чмоки, да? Потом ты ей звонишь, говоришь, давай, увидимся, она начинает сливаться. Так? Нет, мы увидимся. Ну, я написал смс-ку, я ей звонил даже вчера, где раз она не подняла, я написал смс-ку. Типа, все хорошо, она пишет, типа, хорошо. Ну, знаешь, как-то на отъебись тут чувствуется. Смотри, еще раз я хочу выяснить ситуацию. Вот вы когда с ней разговаривали, все было клево, она не сливалась. Она начала сливаться тогда, когда ты на следующий день, например, по смс предложил ей встретиться, так? Нет, я не предлагал встретиться, я просто позвонил, потом написал смс-ку. Хорошо, все, ладно, забьем на встречу. Как тебе показалось сливаться она начала тогда, когда, это было не во время этого разговора, а на следующий день, да? Да. А сейчас какая там ситуация? Ну, я просто написал смс-ку, спросил, все хорошо у тебя, потому что вчера она не отвечала. И спросил, все хорошо, она пишет, хорошо. То есть, ну, коротко. Смотри, мужик, а ты секса не был, я так понимаю, да? Да. Мы даже не встречались. Нет, смотри, значит, естественно, что, как бы, произошла следующая штука, девка разоткровенничалась, там какое-то было внутреннее состояние у нее такое, что ты его вызвал, что ты такой прикольный парень, и, в общем-то, говорил тебе всяких штук. То есть, я уже говорил много раз о том, что, как бы, для девушки показаться доступной, это очень серьезная, как бы, серьезный таракан, она не хочет этого. Развратный, доступный, там, легко доступный и так далее, шлюпка и прочее. Здесь, ну, она вела себя, как бы, несоответствующая, да, там, тому, что вы еще и даже не встречались, а тут уже такие темы пошли, причем она на них нормально реагировала. Потом она утром проснулась, подумала, блядь, может, она вино пила, не знаю, в этот момент, да, и там, расслабилась. Она подумала, я что-то себе позволил лишнего, я себя вела вчера как доступная женщина, мы даже не встречались, а я тут, как бы, о сексе говорю. То есть, и... И, возможно, она решила это компенсировать, решила, что сейчас надо, конечно, включить вот эту вот недотрогу, безинтересность и так далее. Это нормальная реакция ее. Я бы тебе на будущее советовал, ну, можно делать все, но вот если ты хочешь, там, каких-то отношений с этой женщиной дальше, то, наверное, лучше бы до секса, там, либо до свидания, хотя бы, там, при телефонном разговоре сразу бы со знакомством, так, куда такого не доводить. Это, конечно, прикольно все, да, но у меня были такие случаи, когда девки после этого сливались. То есть, причем, и она думает, классный парень, и ты думаешь, классная девушка, но из-за того, что вот она позволила себе лишнее, она лучше вот не будет выглядеть в твои глаза как шлюху, чем придет классный парень. У них эта штука, она им самим мешает жить. И сейчас, наверное, сейчас вот, значит, впредь этого не делай, и сейчас как ее вытащить, это... То есть, тебе надо пригласить ее куда-то, там, в театр, в кино, ну, то есть, какая-то такая культурная штука, никак не связанная, ты больше про вот эти темы с ней вообще не разговариваешь. Потому что, по факту, если она приходит с тобой навстречу, а вот тут говорили про анал, ну, значит, логично, что там секс не за горами. И, получается, для нее это, как бы, типа, да, я взяла на себя ответственность, я пришла к тебе трахаться. Она не хочет, чтобы она выглядела в твоих глазах вот так. Поэтому сейчас ты эту тему закрываешь вообще, и там включаешь либо какую-то романтику в стиле вот, там, значит, не хватает обнимашек, там, прочего-прочего. И там параллельно говоришь, вот хотел бы с тобой сходить на выставку, там, очень прикольная выставка, будет чай, там, ну, что-то, то есть, попытайся вытащить именно такую социальную штуку, там, может быть, там, не знаю, даже 15 минут чая попьем. То есть, никаких, что мы приедем с тобой куда-то и будем воплощать то, о чем мы сговариваем. Ну, то есть, ответственность на вопросы, у меня еще маленький вот нюанс, то, что не стоит даже в случае, если ты берешь ответственность на себя, то есть, у нас был момент, когда мы общались на эти темы, она говорит, блин, почему я так говорю? То есть, она пытается снять с себя ответственность. Естественно. А я говорю, не волнуйся, как бы, вся ответственность на мне, это я такой плохой, это я поймешь. Еще раз, да, какой бы ты плохой ни был, вот, чтобы прийти к ней, к тебе навстречу, ей надо самой одеться, накраситься, поднять свой прекрасный попус с дивана и пойти. И как бы ни была ответственность на тебе, это уже следующий день, и она сама пришла, то есть, я сама взяла себя и пришла. И ты ее привел или притащил. И поэтому вот эта модель с там общением про ответственность, вот эти все фишки, их ему надо задвигать там в каком-то сопротивлении перед сексом, если оно есть, какой-то там проверки. Ну, не в данном случае. И тогда в моменте все было нормально. Она проснулась, поняла, что это пипец, короче. Что-то я себе лишнего позволила. То есть, здесь именно такой момент, что это из той же истории, когда парень приходит к девушке на свидание, он понимает заранее, что технически ему негде, нет возможности сегодня ее куда-то привезти, да. И он ее слишком сильно возбуждает, и все прочее. У них там уже петенка, и... Но он не доводит эту ситуацию до конца. И потом он звонит и говорит, Валан, что за фигня, вчера было все так клево, а сегодня она начинает сливаться, либо не берет трубку, либо говорит, ой, я не могу, то есть, что я сделал не так. А там фишка-то и в чем-то. Если уж он начал это делать, значит, надо доводить до конца. Это параллель какая. Если девка приходит на следующую встречу с ним, она прекрасно помнит, чем закончилась предыдущая. Понятно, что мы сегодня будем с тобой прям чуть-чуть не с порога долбиться во все места и в деснах. И для нее это взятие на себя ответственности, что я пришла трактить. То есть, она не должна этого делать, я же не такая. Поэтому здесь очень много нюансов есть в соблазнении, которые просто так вот не приходят. Понимаешь, здесь вот этими подходами и беготней там, собиранием телефонов, как многие думают, это далеко не заканчивается. Здесь очень много пишет, очень много психологических моментов. Еще раз, как ее вытянуть, не сливайся, попробуй ей там через день написать, пригласить его куда-то в какую-то культурную хрень, исключительно социальную. Может быть, в какое-то место, где при всем желании, хотя для меня таких мест нет, при всем желании нельзя потрохать. Сейчас, я смотрю, погасить детской одежде, понимаешь, что, блин, как бы прижиловитый шамп. Нет, но вот что-то такое, да, выставка, массовое мероприятие, еще что-то. То есть, если она даже будет спрашивать, а ты не будешь там ко мне приставать, там нет, конечно, нет. Да, я, можно даже сказать, ты знаешь, мы что-то перебрали тогда с тобой, с какими-то откровенными штуками, я решил все-таки, ты мне очень нравишься как человек, именно, да, там, внутренне, поэтому давай, не будем торопиться. Согласен, что, да, что-то у нас тогда вечер получился такой. Ну, то есть, опять же, и все, свали на себя, я вот тут немножко переборщил, да, как-то так. Но не сдавайся, попробуй вытянуть. Да, я понял. Смотри, смотри. Все, пока? В общем, да, в принципе, пока вопросов нет. Да, мы тут сидим, у меня клиент тут рядом, и немножко как-то это, технические моменты не дают связаться. Вот, ты позванивай, там, через месяцок набери, скажешь, как дела вообще. Хорошо, если в Москве, я буду по-любому набивать. Ну, ты в любое время звони, не знаю, всегда поздороваем, сейчас погодься. Жень, я тебя наберу сейчас. Вот, смотри, мы будем в Питере 17-го числа. Я еду туда на тренинг Бандапаса. А, у нас, короче, в Питере, да, это питерский постановка, да, то есть там люди собираются, да. У нас 17-го числа вечером, уж не знаю, у тебя получится твоя работа или нет. А где это будет? Кто в гостинике? Кто в центре? Смотри, я вот, не знаю, либо позвони, узнай, либо что-то... А, подожди, а как нам сейчас вообще, если другие люди будут смотреть, да. Надо, чтобы все равно для Питера... В группе ВК есть информация. Смотрите, то есть, в общем, в группе ВК есть информация. 17-го числа в Питере я сначала буду сам на тренинге Бандапаса, а вечером я буду вести мастер-класс где-то там уже в той же гостинице, то есть там где-то, допустим, с 8 до 10 вечера. Там приходить, поздороваемся, как бы, приводить друзей. То есть вот за подробностями, да, либо в Тиме, либо в группу ВКонтакте. Хорошо, тогда я наберу. Все, мужик, я рад, что ты задвинулся. Не знаю, как бы, насколько там все это... Сильно, да, но, как правило, человек делает там раза в два в три меньше, чем, в принципе, он способен, чем он может. Это так же, как на Сатуре, когда ты там делаешь какие-то динамические медитации, динамические вещи, очень жесткая пизуха. И Макс где-то таким голосом, типа, вы мажете больше, чем вы думаете. И, думаю, да, бля, и, короче, начинаешь еще и еще. Самое главное, себя не жалеть. Я надеюсь, что как-то тебе консентация помогла. Моя консентация очень помогла. И хочу сказать огромное спасибо, потому что мне дало какую-то работу. Помогло мне развиться. Ну, я рад, как бы, всегда, всегда, пожалуйста. Давай, мужик, надеюсь, увидимся, там, поздоровимся вживую 17-го числа. Пока. Всем удачи. Спасибо. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok